Авария с лошадью на трассе обернулась для пострадавшего карагандинца настоящей нервотрепкой. Водитель не может взыскать ущерб за пострадавшее авто. По документам вышло, что виновницу аварии давно уже съели. Дело о призрака с копытами изучала Марина Иневатова. Осенним вечером по темной автотрассе Жарта-Скарганда Андрей Гламазда возвращался домой с рыбалки. Не спешил, скорость не превышал, рассказывает водитель. Как неожиданно на дорогу выскочила лошадь. Я только что успел это нажать на тормоз. Все. Потом удар. Я думал, что как можно не заметить лошадь на дороге. Ее не видно ни на обочине, ни на дороге не видно. Как сказал участковый, это Жарта-Скарганда лошади. Животное погибло, у водителя серьезно поврежден автомобиль. Выяснилось, табон пасся без присмотра и светоотражающих ошейников. А сама виновница аварии и вовсе оказалась бесхозной. Найти владельца суду не удалось. По документам и выписке из базы данных, прежний хозяин снял ее с регистрации на убой еще пять лет назад. Рассказала адвокат Андрея. На убой же не был воспроизведен. Не может же быть такого, что призраки ходят по дороге и тем более попадают под машину. Суд это учел, понимаете, принял во внимание вот эту выписку. Хотя сама выписка говорит о том, что владелец, владельцем является наш ответчик. Нам суд отказал в возмещении ущерба. Пояснил тем, что хозяин лошади не установлен. В результате столкновения автомашины истца с лошадью, собственник которой не установлен, автомашина истца получила повреждения. Также получила увечья лошадь. При этом полиции все-таки удалось найти место стойбища лошади. Поселок Жартас. Там же, к слову, проживает ее последний официальный владелец. К крестьянскому хозяйству направили штраф в 10 МРП за нарушение правил выпаса. В отношении владельца скота, то есть руководителя крестьянского хозяйства САУМАЛ, за нарушение правил выпаса животных составлен административный протокол по части 2 ст. 408 Кодекса Республики Казахстана об административном правонарушении. Материал в отношении руководителя крестьянского хозяйства направлен в частный судебный исполнитель для принудительного взыскания. На данном участке дороги не имеется дорожный знак перегон скота. Учла ли Фемида этот факт? В Абайском суде не пояснили. На процессе хозяин лошади с помощью свидетелей утверждал, что скотину потом много раз перепродавали. Правда, подтвердить документально этого не смог, подчеркивает адвокат. А Андрей Гламазда уверен, отвечать за аварию и возмещать ущерб должен тот, кто по документам записан владельцем. Я понес материальный ущерб. Если она числится на нем, если нет других владельцев, значит получается только с него. Или пусть докажет обратное. Тогда будем с другого ответчика. Интересно, что в районном суде бесспорно установлено, лошадь не может быть опасной. В силу требований статьи 931 гражданского кодекса на владельца источника повышенной опасности возлагается повышенная ответственность, в отличие от владельца скота. Поскольку домашний скот не может быть признан источником повышенной опасности. Судом бесспорно установлено, что ответчик не перегонял лошади через дорогу и не гнал их по дороге, по которой двигался автомобиль истца. Получается, что если владелец или пастух лично не гонит животных на дорогу, то и отвечать за их поведение как бы некому. С коня-то не спросишь, чего с него взять. А водителю теперь придется доказывать, что не смог предупредить ДТП. К слову, погибшую лошадь стоимостью почти в 1 миллион тенге так никто и не искал. Где ее истинный хозяин? Вопросов много. Карагандинец готовится опротестовать решение Абайского районного суда в областном суде.